Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Витапульс и я, врач компании Арчибасова Елена Алексеевна. Сегодня тема вебинара будет посвящена такому заболеванию, как вирусный гепатит. Нужно сказать, что по данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире фиксируется до 2 миллионов смертельных исходов хронических гепатитов, включая такие осложнения хронического гепатита, как цирроз печени и рак печени. Сегодня мы попытаемся узнать, что это за нозологическая форма, какие у нее основные проявления и какие существуют методы профилактики. А также поговорим об аэровидических подходах лечения и основных диагностических принципах на ПК Витапульс. Итак, что же такое вирусный гепатит? Вирусный гепатит – это заболевание, которое является как воспаление ткани печени, которое вызывается вирусами. То есть само название говорит о причине этого процесса. Итак, причиной гепатита являются вирусы. И правильнее говорить не вирусный гепатит, так можно говорить, если известен конкретный вирус, возбудитель заболевания. В целом эта группа объединяется как вирусные гепатиты. Итак, кто же является виновником этого заболевания? Это вирусы, так называемые гепатотропные вирусы. Само название гепатотропные говорит о том, что эти вирусы имеют тропизм, то есть такое как бы излюбленное их место пребывания, скажем, это клетки печени. Соответственно, гепатотропные вирусы, которые живут и размножаются, и чувствуют себя очень хорошо, только в клетках печени, в гепатоцитах. Соответственно, берутся эти вирусы только из организма другого человека, у которого уже есть вирусный гепатит, то есть вирусы уже живут в клетках печени больного человека, либо носителя, и, соответственно, этот человек является источником инфекции для других людей. Существуют разные способы передачи вируса, то есть разные способы заражения этим заболеванием. И передача только одна – от инфицированного к неинфицированным. Давайте поговорим, как же происходят способы заражения, способы передачи этой инфекции. Из всего множества вирусов гепатотропных, мы будем выделять их как бы на две группы. Эти вирусы, а в целом, значит, и вирусные гепатиты мы будем делить тоже на две большие группы. Это вирусные гепатиты, так называемые, с энтеральным путем передачи, и вирусные гепатиты с парантеральным путем передачи заражения. Что значит с энтеральным? С энтеральным, то есть это те вирусные гепатиты, которые передаются дословно через рот. Это вирусные гепатиты, которые относятся к гепатиту группы А и группы Е. Как можно ими заразиться? Либо, соответственно, через плохо вымытые фрукты и овощи. Другими словами, это кишечная группа инфекций, которая называется еще болезнью грязных рук. Вторая же группа гепатитов – это группа гепатитов паранатуральным путем передачи. К ней относятся гепатиты B, C, D, G. То есть заразиться ими можно только при следующих способах. Это либо, соответственно, переливание крови, непроверенной крови на наличие вирусных гепатитов. Это использование шприцов нестерильных при постановке инъекций. Ну и, соответственно, это при половых контактах. Значит, нужно сказать, что энтеральная группа гепатитов, то есть это гепатиты А и Е, они являются наиболее, если можно так выразиться, благоприятными, поскольку расцениваются как кишечная инфекция. И в отличие от других вирусных гепатитов, это только острая форма, которая не может переходить в хроническую форму. Дальше нужно сказать, что вирус гепатита D, он не может существовать самостоятельно. И нет такого диагноза, только вот моноформа вирусный гепатит D. Если обнаружен вирус гепатита D, то обязательно существует и у данного конкретного пациента и заболевание вирусным гепатитом B. То есть, другими словами, заражение гепатитами группы D и B происходит одновременно. Итак, значит, гепатотропные вирусы. Это вирусы, которые живут исключительно в клетках печени. Они там размножаются. И, соответственно, клетку используют как среду для своей жизнедеятельности. То есть, это та среда, та обстановка, где вирусы занимаются воспроизводством себе подобных. То есть, они размножаются. Размножаются, и затем из клеток печени они выделяются в кровь и циркулируют уже непосредственно по крови. Иммунная система как защитный механизм, защита от всего чужеродного, что проникает в организм человека, она, конечно же, реагирует на проникновение и вирусов гепатитов. И, соответственно, иммунная система начинает бороться с этими агентами, назовем их антигены, чужеродные компоненты, начинает с ними бороться, начинает пытаться их уничтожать и уничтожает эти вирусы. В результате вот этого иммунного ответа выделяются цитотоксические вещества, которые также нарушают жизнеспособность гепатоцита, то есть клетки печени. И в результате того, что там живет вирус, плюс выделение цитотоксических компонентов при иммунном ответе, все это приводит к тому, что клетка печени, она теряет способность нормально существовать и, соответственно, нарушает способность выполнять все свои функции. А на прошлом вебинаре мы говорили о том, что печень выполняет около 500 различных функций нашего организма, и на некоторых функциях мы подробно останавливались. Так вот, в результате вот всех этих вирусных процессов клетка печени становится недееспособна, в ней происходят дистрофические изменения. Соответственно, чем выраженнее иммунный процесс, тем большее количество клеток будет повреждаться за более короткий промежуток времени. И тем сильнее будут выражены функциональные расстройства печени и будут более явственные клинические проявления гепатита. Итак, если гепатит – это инфекционное заболевание, а как любое другое инфекционное заболевание, имеет в своем развитии так называемый инкубационный период. Что такое инкубационный период? Это время, тот промежуток времени, который отчитывается от момента проникновения вируса в организм до появления первой симптоматики. То есть, когда вирус проникает в организм, любой, в том числе и вирус гепатитов, не значит, что сразу же тут же будут какие-то клинические проявления. Нет. Существует всегда вот этот скрытый инкубационный период, который как раз включает в себя определенный промежуток времени. И этот инкубационный период у различных форм вирусных гепатитов, он разный. Вот посмотрите, самый маленький инкубационный период – это период у вирусного гепатита А. Он составляет где-то 2-4 недели. То есть, от момента того, как человек, допустим, выпивает какую-то грязную воду или съедает какой-то немытый фрукт, то клиника может проявиться только, самое быстрое – это через 2 недели. Самый продолжительный инкубационный период обнаружен у гепатита В. Этот инкубационный период, самый максимальный срок, может достигнуть 6 месяцев. Но, как правило, в среднем инкубационный период длится где-то примерно в среднем 75 дней. Наиболее распространенная продолжительность инкубационного периода. Итак, продолжительность инкубационного периода гепатита зависит от того, да, вот видите, какое время требуется вирусу для того, чтобы адаптироваться в организме, адаптироваться в гепатоцитах и, соответственно, там начинать уже активно размножаться. Вот это время от внедрения, адаптации и активного размножения – это все будет время инкубационного периода. Итак, по логике развития всех инфекционных заболеваний после инкубационного периода, конечно же, проявляется уже клиника, симптоматика, клинические проявления. Чем же проявляются вирусные гепатиты? Ну, сначала давайте остановимся на неспецифических проявлениях. Почему неспецифических? То есть по наличию этих проявлений нельзя конкретно сказать, что у этого пациента проблема с печенью, а уж о том, что это вирусный гепатит, да еще какого вида, сказать вообще невозможно. В начале человека появляются общие симптомы интоксикации. Так как вирус живет, занимается размножением, плюс начинаются процессы иммунного ответа, то, конечно же, появляются симптомы интоксикации, которые проявляются самыми распространенными проявлениями, как слабость и утомляемость. Затем появляются диспептические расстройства, то есть расстройства, связанные с нарушением функции пищеварения. А именно, это изменение аппетита, то есть, как правило, это потеря аппетита, человек испытывает тошноту, человек испытывает тяжесть в правом подреберье, в правом подреберье, потому что там располагается печень. И как бы в начале, возможно, на эти симптомы особо внимания не обращают. Ну, тошнит, да, но тяжесть. А что составляет как бы человека задуматься, что с ним не все в порядке, это уже наиболее характерные клинические проявления, а именно, пациент начинает обращать внимание на то, что у него изменился цвет мочи. Моча становится очень темного цвета, и ее еще в клинике сравнивают цветом пива. А кал, наоборот, становится светлым. Вот это уже как бы заставляет человека задуматься, что что-то происходит. И затем, как правило, самым последним клиническим проявлением появляется самый такой манифестный признак – это желтуха. Желтуха кожных покровов. Желтуха, истинная желтуха, нужно определять, смотреть не, конечно же, и на цвет кожных покровов, но самым истинным проявлением желтушности является появление желтушности слизистых. Так называемая эктеричность слизистых, ну и то, что видно сразу же, это, конечно же, эктеричность склер. То есть склеры становятся не светлые, как у здоровых людей, они приобретают такой желтушный оттенок. Также желтушный оттенок приобретает слизистые, то, что доступно видно, это слизистые полости рта. Но вот когда уже появляется желтуха, когда изменяется цвет мочи и кала, вот здесь, конечно же, это яркие проявления гепатита, которые свидетельствуют только о наличии проблем с печенью. Итак, значит, если мы говорим о хронических гепатитах, то есть гепатитах, которые протекают очень длительно по времени, хронические гепатиты – это наиболее распространенными формами являются гепатиты В и С, то, как видите, что для них симптомы выражены, как правило, слабо и может быть даже очень продолжительное время отсутствия каких-либо симптомов. И самым распространенным проявлением является остеничность, быстрая утомляемость, снижение работоспособности, ну, то есть все то, что характерно для любого инфекционного заболевания, для любой вирусной инфекции, в том числе и респираторно-вирусных инфекций. Как правило, когда уже развиваются какие-то необратимые процессы, вот тогда уже человек начинает обращаться вот это в клинику и начинает заниматься собой, своим здоровьем. Почему это опасно? Такая вот длительная бессимптомность, невыраженность процесса гепатита. Это опасно тем, что длительное наличие вируса, изменение функции клеток печени приводит к тому, что там изменяется еще и строение клеток печени. То есть морфологические идут изменения, не только функциональные, но и морфологические. И основным таким изменением печени, это уже расценивается как грозное осложнение гепатита, является цирроз печени. Цирроз печени – это замена, структурное изменение гепатоцитов, ну, будем так говорить, на клетке соединительной ткани, которая совершенно никакой функции, которые несут гепатоциты, не выполняют. Конечно же, это проявление желтухи, и таким уже запущенным вариантом гепатита является проявление асцита. Что такое асцит? Ну, асцит, дословно, это увеличение живота. Но увеличивается живот не потому, что человек, допустим, поправляется, ни в коем случае не по этой причине, а асцит – это скопление жидкости в брюшной полости. Скопление жидкости в брюшной полости говорит о том, что здесь уже нарушаются функции и гемодинамики, то есть расстройства сердечно-судистой системы. То есть это очень-очень запущенный вариант. Следующим проявлением гепатита запущенной формы является печёночная энцефалопатия. Само дословный перевод слова энцефалопатия – это означает поражение, изменение функций головного мозга в результате токсического воздействия. И мы сейчас разберём, откуда берётся это токсическое воздействие. И, как правило, вот эта длительная бессимптомная форма с малыми проявлениями приводит к тому, что человек приходит на какое-то очередное диагностическое обследование, может, на диспансеризацию, и гепатит очень часто бывает так, что выявляется вообще случайно. Ну и вот здесь вот на представленном слайде показана динамика развития, которая говорит о том, что как происходит развитие изменения, вернее, клеток печени, изменения ткани печени от острого гепатита, переход в хроническую форму, это развитие цирроза печени, и ещё одно грозное осложнение – это уже раковое перерождение клеток печени. Вот этот слайд более наглядно говорит об основных проявлениях, клинических проявлениях гепатита. Вот показан основной признак гепатита – это эктеричность склер. Посмотрите, эктеричность, да, то есть желтушность слезистых оболочек. Дальше давайте разберём эти симптомы ещё раз. Значит, это желтуха. Желтуха. Основные печёночные проявления, которые можно увидеть на коже – это появление сосудистых звёздочек. Тоже такой характерный признак. Ну, я так не сказала, что в целом гепатитов, а проблем, связанных с печенью – это сосудистые звёздочки. На ладонях появляется так называемая пальмарная эритема, то есть покраснение ладоней. Зуд кожи. Сейчас скажем причину появления зуда кожи. То есть человек испытывает такой нестерпимый зуд кожи, и ему хочется всё время чесаться. Так как нарушаются функции клеток печени, а одна из этих функций – это выработка факторов свёртывания крови, то у таких пациентов нарушаются процессы свёртывания крови. И когда пациент даёт кровь и смотрит так называемые исследования свертологические характеристики, то, конечно же, они все будут изменены. Нарушение функции мозга, мы сказали, это проявление энцефалопатии, асцит, скопление жидкости в брюшной полости, нарушение в целом гемодинамических проявлений, которые сопровождаются отёками. И одним ещё таких вот очень грозных, сложных осложнений является появление кровотечений из вен пищевода и желудка. То есть это такие осложнения, которые могут привести уже и к летальному исходу. Итак, основным клиническим проявлением, сейчас мы с вами сказали, это желтуха. Откуда берётся желтуха при гепатите? Основной причиной появления желтухи, это, конечно же, является переизбыток в крови билирубина. Билирубин – это пигмент, который содержится в желчи, является основным компонентом желчи, а возникает он в результате того, что в печени происходит распад гемоглобина. Вы знаете наверняка, что гемоглобин – это такой особый белок, который находится у нас в клетках крови, в эритроцитах, и задача гемоглобина – транспортировать кислород. Ну, эритроциты живут где-то примерно около трёх месяцев, и, соответственно, после истечения своего срока жизни они разрушаются, и распад гемоглобина, находящегося в них, происходит в печени. Там происходят очень, так скажем, сложные биохимические процессы, но в результате распада эритроцитов, вернее, гемоглобина, образуется пигмент билирубин. И показатели билирубина в крови, они также отражают функциональное состояние печени. Так вот, когда клетка печени поражена и не выполняет всей своей функции, то билирубин, задача которого выделяться с желчью в кишечник, а затем уже естественным путём выводиться, его очень много появляется, соответственно, в крови. Так вот, организм пытается выводить вывести билирубин, это токсичный очень продукт, другими способами, другими путями, через другие органы выведения, выделения, правильнее так сказать. И, соответственно, наличие такого большого количества билирубина в крови приводит к тому, что это придаёт жёлтую окраску и кожным покровам, и слизистым оболочкам. Наличие скопления этого самого билирубина в коже, да, соответственно, уже приводят к тому, что здесь возникает сильный зуд. Билирубин, нужно ещё раз сказать, это очень токсичное вещество. Циркулируя в крови в больших количествах, вызывает поражение клеток головного мозга, отсюда развивается и энцефалопатия. Следующее проявление, которое мы обозначили, это потемнение мочи и обесцвечивание кава. Это проявление этих симптомов, также повышенная концентрация билирубина в крови. Кровь фильтруется почками, билирубина много, он придаёт моче такой характерный тёмный цвет. С другой стороны, в результате того, что нарушена функция печени, и, соответственно, желчь нормально не выводится в двенадцатиперстную кишку, то есть и билирубин не выводится в составе желчи в кишечник, то, соответственно, билирубина мало, и это основной пигмент, который принимает участие в окрашивании кава, его нет. И, соответственно, кава приобретает такой вот светлый оттенок. Это всё говорит о том, что имеются нарушения печени, функции печени. Но по мере лечения, по мере выздоровления, одним, так же, скажем, диагностическим критерием динамики течения, динамики выздоровления от гепатита, является то, что моча приобретает характерный светло-соломенный цвет, а кал постепенно приобретает окраску. Это говорит о том, что процесс имеет положительную динамику, то есть всё направлено в сторону выздоровления. Итак, после выздоровления от перенесённых гепатитов А и В, посмотрите, один – это энтеральная форма, В – это параэнтеральная форма, повторное заражение считается уже невозможным. Чего нельзя сказать о гепатите С. Гепатитом С возможно повторное заражение и новое повторное заболевание. Выделяют такую форму гепатитов, как суперинфекция. Чего суперинфекция – это заражение другим вирусом гепатита на фоне уже протекающего. То есть, вот мы сказали, гепатит D, как правило, сочетается с гепатитом B. Поэтому сочетание формы B и D – это уже является суперинфекцией. Как правило, очень часто встречается еще и сочетаемость гепатитов B и C, одновременно которые протекают. И существует еще тройная форма, когда присоединяются три вируса – и B, и D, и C. Но такие смешанные инфекции, конечно же, они встречаются у людей, у лиц, которые занимаются тем, что грязными шприцами, многократно используемыми, занимаются внутривенными вливаниями, соответственно, наркотических препаратов. Поэтому внутривенные наркоманы, назовем их так, это большая группа риска по развитию и возникновению у них вирусных гепатитов. А также они сами являются источником заражения других лиц вирусными гепатитами. Какая диагностика существует вирусных гепатитов? Ну, вот на этом слайде очень красочно все видно. Ну, если мы оторвемся от этого слайда, прежде всего, в диагностике любого заболевания это, конечно же, жалобы, это осмотр пациента и симптоматика. Вот то, что мы сейчас с вами обозначили, да, это желтушность, это изменение мочи, это цвета мочи, изменение цвета кала, это зуд, это какие-то другие еще клинические проявления. А дальше уже идут такие вот лабораторные инструментальные методы исследования. Что же к ним относится? Ну, прежде всего, это анализ крови. Мы сегодня на нем остановимся подробно. Это ультразвуковое исследование печени, когда по изменению эхогенности структур печени можно установить изменить, так скажем, наличие поражения этого органа. И это биопсия печени, когда берется кусочек, часть клеточек печени, да, и уже морфологически, вот как видите под микроскопом, рассматривается структура клеток печени, нормальная она или измененная. Итак, ну, вирусных гепатитов, видите, много, да, различных форм, возбудителей много. Ну, вот я взяла в качестве конкретного примера, это возбудитель вирусного гепатита В. Наиболее изученная форма и наиболее распространенная все-таки форма это вирусный гепатит В. Итак, на чем основана диагностика вирусного гепатита В? Я сейчас говорю о тех исследованиях, которые проводятся по анализу крови, то есть сирологические исследования, сирологические маркеры. Она, конечно же, основана на выявлении в крови специфических антигенов и вырабатывающихся к ним антител. Соответственно, что это за маркеры? Вот показана схема самого вируса гепатита В, наличие нескольких антигенов, вот это вот самый поверхностный антиген, это HBS антиген, да, затем идут HBC антиген, наличие нескольких вот таких антигенных структур, которые появляются в организме, во-первых, их можно определить в крови, а также через какие-то определенные промежутки времени на эти антигены начинают вырабатываться и антитела. Итак, значит, что определяется? Определяется непосредственно сам HBS антиген, определяется выработанное к нему антитело, анти-HBS. Затем определяются анти-HBC, это антитела, которые принадлежат классу иммуноглобулинов M и G. Определяется HBE, антиген, это третья разновидность антигена вируса. Определяются также антитела к этому антигену, анти-HBE, антитела. А также определяется ДНК самого вируса гепатита B. Итак, маркеров много. Появляются они не все сразу, не все определяются в крови. Соответственно, на определенных сроках развития заболевания появляются те или иные маркеры, по которым можно отслеживать стадию развития болезни и динамику, соответственно, и, соответственно, прослеживать этапы выздоровления. Наиболее широко, как вы видите, в клинике используется определение поверхностного антигена, это HBS-антиген. Он появляется в крови как при остром гепатите, так и при хроническом заболевании. Посмотрите, при остром вирусном гепатите B, вот этот антиген, HBS-антиген, поверхностный антиген, он обнаруживается уже где-то примерно через 3-5 недель с момента инфицирования. А мы сказали, что существует еще инкубационный период. Инкубационный период может длиться до 6 месяцев. Соответственно, есть еще средний промежуток, это 75 дней. Такой наиболее распространенной продолжительность инкубационного периода. Так вот, 5 недель, это где-то примерно 35-40 дней. То есть, еще до появления клинических каких-то симптомов в крови уже обнаруживается маркер вирусного гепатита B. Вот этот поверхностный антиген, HBS-антиген. Посмотрите, HBS-антиген, он выявляется всегда в преджелтушном периоде, то есть до клиники, и в желтушном периодом, когда уже идут все проявления заболевания. А затем появляются антитела к нему, то есть так называемые анти-HBS, антитела. Когда появляются антитела, это говорит о том, что процесс идет к стадии выздоровления. Дальше. Сирологическими маркерами вирусного гепатита B являются также еще антитела анти-HBS, мы сказали. Это определение ДНК и ДНК полимеразы, которые проявляются уже, когда появляется и клиническая симптоматика, а также обнаруживаются, когда это хроническая форма гепатита и идет обострение. Обратите внимание, HBC антиген, антигенная структура выявляется только в ткани печени, то есть можно посмотреть только взяв биопсию печени, и никак его нельзя определить в сыворотке крови, но в сыворотке крови на этот антиген появляются антитела. Это антитела к этому антигену, это анти-HBC антитела, которые относятся к иммуноглобулинам класса М и Г. То есть вот такая сложная сирологическая картина вирусных гепатитов, в частности вирусного гепатита В. Дальше. Что же делать с вирусным гепатитом? Как он лечится? Нужно сразу сказать, что какого-то специфического лечения вирусных гепатитов нет. Основные принципы лечения. Конечно же все начинается с диеты, потому как печень продуцирует желчь, принимающую участие в пищеварении, поэтому, конечно же, нужно обратить внимание на диету. Это частый, дробный прием пищи до 6 раз в сутки, обязательный, обильный питьевой режим, так как это интоксикация и наличие вируса в организме, то есть как лечение любой другой вирусной инфекции, то есть до 2-3 литров в сутки. Это, как правило, щелочные минеральные воды, любая жидкость. Нужно обогатить рацион естественными витаминами, то есть витамины для за счет включения, как правило, лучше естественным. Это овощи и фрукты. Мы сейчас будем говорить о том, что нужно насытить за счет приемов зелени. Ну, конечно же, назначаются противовирусные препараты и самая распространенная категория противовирусных препаратов это применение интерферонов. Но так как страдает клетка печени, то, конечно же, назначаются гепатопротекторы. Ну, и вот мы тоже говорили об этом на прошлом вебинаре, где говорили о гепатопротекторах самых таких распространенных довольно доступных. Это аэровидические гепатопротекторы, это ЛИВ-52, которые можно встретить в любой аптеке. А если мы говорим о гепатопротекторах, допустим, продукции БАДовской компании ТРАДО, то это ЛИВ-АБЛИС. Следующее. Следующее. Хотелось бы остановиться на профилактике вирусных гепатитов. Существует вакцина против вирусного гепатита В. Значит, вакцинирование проводится. И вот здесь хотелось бы остановиться. Вакцинирование сейчас от вирусного гепатита В включено в общий календарь прививок, если говорить о детском возрасте. То есть, если ребенок рождается здоровым, у него нет никаких противопоказаний, метод отвода от прививок, то вакцина вирусного гепатита В вводится в первые 12 часов жизни. Затем проводится ее двукратное повторное введение. через один месяц, то есть где-то в месяц ребенка приносит в поликлинику и вводится повторное введение вакцины и затем через 5 месяцев, то есть в полгода ребенку делается последняя третья ревакцинация и вот при таком правильно постановке вакцины от вирусного гепатита В наблюдается иммунитет 100% практически 100% иммунитет от заболевания вирусным гепатитом В конечно же не только в детском возрасте назначается вакцинация против вирусного гепатита В она назначается и для взрослых людей существуют целые категории населения которые занимаются в определенных отраслях своей деятельности которым обязательно показано введение этой прививки но в частности это все медицинские работники подлежат обязательной вакцинации этой прививкой дальше как работает эта прививка ну вакцина само слово вакцина говорит о том что это препарат который содержит антиген не антитело уже готовое а антиген так вот вакцина содержит в себе вот этот самый поверхностный антиген гепатита В вируса гепатита В HBS антиген он там содержится вот совершенно в своем виде но немножко конечно в ослабленном состоянии и при введении этого антигена организм человека начинает вырабатывать к нему антитела то есть вырабатывает способ защиты и вот он начинает вырабатываться и соответственно после правильного введения всех ревакцинаций устанавливается практически 100% иммунитет к этому заболеванию также нужно сказать что сейчас еще существует и профилактика гепатита А то есть это гепатита кишечной формы гепатитов вот которая вводится двукратно в течение 6-12 месяцев и прививка от вирусного гепатита А назначается тоже не всем а особым категориям людей которые допустим выезжают в эндемичную по гепатиту А зону то есть где вода неочищенная либо постоянные вспышки вирусным гепатитом А то есть есть и прививка от вирусного гепатита А на другие вирусы да С Д и так далее те вирусы которые мы сейчас рассматривали гепатотропные на данный момент прививки пока не существуют то есть их пока нет Дальше нужно сказать что печень это орган ПИТы и место возникновения различных ее нарушений как инфекционного так и воспалительного характера и большинство заболеваний печени в частности гепатит который мы сейчас рассматриваем представляет собой типичное состояние повышенной ПИТы Ну существуют также и предрасполагающие факторы которые могут привести к развитию гепатита и в частности вирусного гепатита Ну что же относится к этим провоцирующим факторам к провоцирующим факторам относится неправильный режим питания это все что связано со злоупотреблением жирной пищи маслянистой пищи то употребление мяса в больших количествах особенно красного мяса это сладкие продукты так называемый рафинированный рафинированный сахар потому что печень она как мы разбирали опять же на прошлом вебинаре говорили что это место где происходит обмен углеводов и жиров и соответственно нагрузка печени этими продуктами может ослабить ее функцию токсические вещества так как печень занимается детоксикацией всего что поступает всех ксенобиотиков которые поступают к нам организм поэтому такие токсические вещества как никотин который поступает с курением это алкоголь это наркотики в любом проявлении то есть основным так скажем способом заражения является поступление наркотиков парентеральным путем введение их через многократное использование грязных шприцов то есть от одного пациента от одного больного происходит передача инфекции к другому но и другие наркотики такие как марихуана амфетамины которые не вводятся парентеральным путем они обладают мощным токсическим действием и таким образом также ослабляют функции печени и клетки печени становятся более восприимчивы к различным инфекционным агентам в том числе и к вирусным гепатитам а также ранее перенесенные инфекционные заболевания такие как мононуклеоз герпес в анамнезе тоже является провоцирующим фактором для развития гепатитов и обратите внимание психические факторы психические факторы такие как состояние гнева обидчивость депрессия подавление эмоций потому что мы тоже с вами говорили об этом что печень холи от слова желчный человек то есть тот человек который копит себе отрицательные эмоции проявления гнева для него характерны проблемы печени и проблемы связанные с желчевыделением поэтому эмоциональный статус тоже немаловажно далее теперь мы перейдем уже непосредственно как себя вести какого образа жизни обратим внимание на диету при остром гепатите из диеты большое количество проторы будут снижать пит значит нужно из рациона исключить все горячие продукты кислые соленые пряные то есть исключить полностью всю жареную пищу исключить рафинированный сахар значит исключаются если это тяжелые формы проявления то исключаются даже молочные проявления и даже масла ги и огромное количество можно так даже сказать это зеленые овощи и очень сильно рекомендованы пророщенные зерна и прямо конкретно для гепатитов вирусных гепатитов показано такой продукт как маш вот он здесь как раз изображен маш особенно пророщенным состоянием и для восстановления функции печени можно прям соблюдать монодиету то есть питаться одним этим продуктом в течение одной-двух недель также вот показаны различные пророщенные продукты и большое количество зелени как источник витаминов и соответственно и антиоксидантов значит что показано при вирусном гепатите из продуктов питания это конечно и из трав это горькие травы горькие то есть горечи в целом то есть горькие травы которые обладают желчегонным и кровоочистительным свойством а также показаны травы которые обладают еще и мягким слабительным действием и вот при вирусном гепатитах хорошим действием обладает свежий сок алоэ свежий сок алоэ особенно если добавить еще куркуму и кориандр существует еще такое понятие как вино из алоэ и вино из алоэ применяется при хроническом гепатите при обострении хронического гепатита а также при остром гепатите и если выявлена острая форма гепатита впервые выявленная то применение алоэ соответственно нужно применять в течение трех месяцев не меньше для того чтобы предотвратить переход в хроническую форму в аэрведе для лечения гепатита используются такие растения как катука опять же алоэ барбарис нишот гудучи брами бренгараж из китайской медицины замечательным свойством в целом для лечения печени и проблем связанных с желчевыделением мы уже не раз останавливались на этой траве это трава володушка а также применяется горячавка и корень ревени все это показано для лечения гепатита но отдельно хотелось бы остановиться на такой траве которая называется бхуми амилаки бхуми амилаки это сейчас единственный будем так говорить фитокомпонент который применяется и можно сказать справляется с лечением гепатита б бхуми амилаки этот компонент входит в состав такого препарата как нерацил который состоит исключительно из этой травы бхуми амилаки применяется для лечения гепатита б применяется при вирус носительстве и будем так говорить лечит это заболевание потому что это трава в которой содержится филантин и гипофилантин которые обладают и желчегонным свойством и гепатопротекторными свойствами ну а теперь остановимся на тех индексах которые можно посмотреть и оценить на аппаратно-программном комплексе ведопульс если речь идет о вирусных гепатитах но прежде всего мы всегда начинаем с модуля меридианы итак модуль меридианы на что следует обращать внимание ну прежде всего это на меридиан печени меридиан печени в зависимости конечно же от состояния может находиться либо в состоянии выраженного напряжения либо если это хронический вирусный гепатит он может находиться в состоянии истощения и вот здесь на верхнем слайде показано когда меридиан и печени и желчного пузыря потому что он все равно будет задействован так как печень и процесс желчевыделения взаимосвязаны между собой находятся в состоянии напряжения а вот здесь на нижнем на нижней картинке показаны как эти два меридиана находятся в выраженном состоянии истощения ну а также еще сопутствующим можно посмотреть меридиан трех обогревателей почему меридиан трех обогревателей который у нас отражает состояние эндокринного баланса он напрямую связан с функциональным состоянием печени потому что одной из функций печени является метаболизм гормонов которые синтезируются у нас в организме самых различных гормонов их окончательный метаболизм а иногда и завершение их пути существования происходит как раз в клетках печени и поэтому при нарушении функции печени показатель состояния эндокринной системы также будет изменен и вот здесь показано что десятый меридиан тоже находится в состоянии истощения ну то есть это такие вот тоже сопутствующие проявления сопутствующие маркеры в целом изменения функции печени в частности и вирусных гепатитов следующий модуль это модуль недана на что здесь модуль недана сейчас рассмотрим а также здесь привожу в качестве наглядного примера что если проблема с печенью то это как правило всегда выраженные люди выраженные представители питотипа конституции то есть проблема с высокой питой проблемы с печенью очень часто сочетаются то есть вот здесь показано как раз наличие пито баланса конституционного типа по пито доши теперь давайте посмотрим те изменения которые происходят по вкладке недана те субдоши но прежде всего это конечно же изменения по пито доши это ранжака пито ранжака пито всегда манифестно показывает о том что есть проблемы связанные с функцией печени и вот здесь как раз наличие ранжака пито в красном фоне говорит о том что идет выраженное изменение состояния напряжения как правило говорит об остроте об остроте выраженности процесса следующее на что нужно обратить внимание так как печень еще раз хочу сказать это связано ее функция непосредственно с процессами пищеварения то нужно обратить внимание на вата душу а в частности на сама на вата сама на вата может находиться как правило находится и вот здесь на нижнем слайде тоже показано в неком состоянии истощения почему потому что сама на вата непосредственно концентрируется в тонком кишечнике где и непосредственно происходят основные процессы пищеварения куда происходит выделение желчи выделение сока поджелудочной железы куда выделяется химус из желудка здесь вырабатывается огромное количество ферментов и если нарушены функции печени то конечно же сама на вата тоже на это будет реагировать и она будет находиться вот в таком вот состоянии истощения и еще одна субдоша которую можно посмотреть это тоже субдоша по пита это пачака пита посмотрите она может находиться так же как в состоянии истощения и может находиться в состоянии напряжения что же в целом такое пачака пита Ну, пача капита – это огонь пищеварения, да, то есть, опять же, все, что связано с пищеварением и с пищеварением в основном в тонкой кишке, ну, или в тонком кишечнике. Значит, огонь пищеварения, ну, если это хронический процесс, да, то это будет снижено, если идет напряжение процесса в пищеварении, то и, соответственно, пача капита тоже будет находиться в состоянии выраженного напряжения. То есть, вот эти вот диагностические маркеры, они могут помочь в диагностике и свидетельствовать, ну, прежде всего, об изменениях по функции печени, а если есть проявления клинические, если есть проявления сирологические, то еще больше указать на тяжесть и на состояние хронизации, либо обострения этого заболевания. Ну, и еще одним неспецифическим проявлением любого воспалительного процесса и при сочетаемости всего, что мы сказали выше, это неданатхату, и по неданатхату это, конечно же, будет рактом напряжения. Ракта свидетельствует на наличие воспалительного процесса. Опять же, я хочу сказать, что это неспецифическое проявление. Ну, вот это вся информация, которую я хотела рассказать. Я сейчас всех благодарю за внимание, открываю вопросы. Так, Валентина спрашивает, вирус – это живой микроорганизм? Ну, конечно, это живой микроорганизм, это форма жизни, организации жизни. Есть мнение, что это программа. Что значит программа? Как это выглядит? Ну, я не знаю, как выглядит программа, я не знаю, что это такое, но это живой микроорганизм, это антиген чужеродный, который вселяется в организм человека и питается, и живет в клетках печени, живет за счет клеток печени и, соответственно, разрушает организм человека. Дмитрий спрашивает. 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 Это уже является звонком к тому, что нужно дальше раскручивать это состояние на наличие вирусных гепатитов и сдавать уже маркеры к вирусным гепатитам. Я наблюдаю у больного хроническая форма гепатита С при обследовании снижения ранжака ПИТА, снижения энергетики в меридиане печени и желчного пузыря. Какие еще маркеры при обследовании на видопульс? Дмитрий, я все озвучила, то есть вы правильно смотрите ранжака и вот я то, что вам сказала, это пачака ПИТА и сама навата. На них тоже следует обращать внимание. Если вопросов больше нет, всех благодарю за внимание. Всем большое спасибо, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья и приглашаю на наши вебинары, которые состоятся уже, ну я имею в виду мои вебинары, которые состоятся уже в следующем 2016 году. Всем большое спасибо, до свидания.